Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 2019 году отмечает свое десятилетие. Под свое покровительство святые апостолы взяли Сестрорецкую землю еще в 1714 году. По повелению самодержца Петра Великого в его дворце в дубовой роще на берегу залива была освящена церковь в их честь. Время стихии и водовороты исторических событий за эти 300 лет разрушали стены храма. Менялось даже место его расположения. Первая деревянная Петропавловская церковь в Сестрорецке была построена и освящена в 1725 году. В 1730 она погибла в пожаре. Новая каменная Петропавловская церковь была построена в 1781 году из материалов, оставшихся от разрушенного дворца императора Петра I в дубовой роще. Она сгорела в 1868 году. 24 июля 1871 года в центре города была заложена новая каменная Петропавловская церковь, а в 1933 году она была разобрана. И почти 70 лет над городом не было креста. И только 12 июля 2002 года состоялось освящение места для восстановления храма, а его торжественная закладка была совершена 14 июня 2004 года. Храмы, как и люди, имеют свою историю и свою судьбу. Возникновение, расцвет, развитие, иногда катаклизмы, пожары, разрушения, вновь возникновение. Вот именно такой канвы исторической, наверное, и придерживалась судьба нашего храма, апостола Петра и Павла. Но одно оставалось совершенно неизменным – это покров святых апостолов Петра и Павла над нашим городом, над жителями, что исторически очень часто и наблюдалось. В 20 веке, собственно, уже последний храм на территории нынешней школы прекратил свое существование. И 20 век практически оставался без молитвенного места в нашем городе. Однако конец этого 20 века представил для себя такое тяжелое зрелище, такую тяжелую картину, что отцы нашего города, а точнее говоря, матери нашего города стали искать возможность возобновления служения храма, молитвы для того, чтобы исправить нравственную ситуацию в Сестровецке. Не скажем, что здесь было самое плохое положение, но вообще в стране была очень тяжелая обстановка. И вот такое место было найдено. Нужно сказать, что несколько мест предлагалось для строительства храма, но Нина Васильевна Кукурузова именно выбрала, вот мы ей очень благодарны все сегодня, именно это место на Стрелке, на мысе, вдающемся в Сестровецкий разлив. Но как разрушались храмы, быстро, не так быстро они восстанавливались. Постройке собственного храма предшествовала забота жителей, организаций, общественных организаций, активнейших людей, забота о постройке часовни. Выяснилось, что многие люди хотят иметь в нашем городе свою святыню, то есть место, вокруг которой можно было бы и нравственно, и молитвенно объединиться. Инициаторами постройки Малой Часовни во имя Николая Чудотворца стали Александр Ильич Беглов и капитан первого ранга Владимир Морозов. Именно они оформили эту идею, и вот первая святыня появляется в нашем городе. Ибо Господь испытывает людей, насколько нам нужно место молитвы. И вот такое испытание продлевалось около семи лет. Семь лет даже больше немножко строился храм святых апостолов Петра и Павла. Заложен был во втором году, а окончание освящения его произошло в 2009 году. Он то строился, то долгое время стоял под дождем, заброшенный, никому не нужный, под снегом, под ветрами. В конце концов, вот святейший патриарх московский и вся Руси Кирилл произвел великое освящение в 2009 году. Таким образом получилось, что многие люди смогли участвовать, внести свою лепту в строительство этого храма, и он стал поистине народным. В день освящения храма был получен удивительный образ Иверской иконы Божьей Матери, написанный на Афоне, дар сестер Константина Еленинского монастыря. Чудным образом Господь благословил святые мощи святителя Нектария Игинского, верного помощника в молитвах болящей мраковой язвой. Эта частица – самая значительная в России на сегодняшний день. Храм при своем возникновении вновь в 2009 году был посвящен подводникам и подводному флоту. Это действительно мы устранили большую несправедливость, ибо подводники – это особые люди в нашей стране, люди мужественной военной профессии. И, наверное, это единственное место, которое собирает подводников со всех флотов и даже со всех государств постсоветского пространства. И я должен сказать, что в нашем городе живет много бывших, ушедших запас подводников, и мы с ними часто общаемся. Они участвуют в таинствах, крестим их детей, внуков. По сути говоря, они стали полноценными участниками и богослужений, и многих мероприятий и праздников. А иногда праздники, по сути говоря, посвящаются, собственно говоря, самим подводникам. Храм сегодня – одна из самых главных архитектурных доминантов. Найдено настолько удивительно прекрасное место, что он виден со всех сторон. И, более того, он стал визитной карточкой, он стал архитектурным, может быть, символом Сестрорецка. Хотя здесь есть и другие хорошие и замечательные здания. Но это не самое главное. Самое главное, наверное, другое. Он стал центром молитвы и многих-многих связей в городе – и административных, и культурных, и исторических. То есть средоточением общения многих людей, организаций нашего города и Санкт-Петербурга, да и, не побоюсь этого слова, всей страны нашей в целом. На территории нашего храма проходят многие красочные и очень интересные праздники. Конечно, насыщенные нравственным смыслом, теми традиционными ценностями, которые церковь всегда исповедовала. И это очень важно. Хотя все-таки самое важное – это богослужение. Через храм, через приход проходят судьбы людей. Здесь рождаются люди, здесь они венчаются, здесь они проводят многие-многие свои дни и часы жизни, здесь они уходят в мир иной, здесь их и отпевают. И это очень важно. Конечно, богослужение самое важное. Но, тем не менее, нужно еще и сказать, что приходская жизнь стала центром приложения многих талантов, способностей прихожан и вообще жителей нашего города. Здесь они могут и петь, и рисовать, и участвовать в каких-то кружках, коллективах. И дети, и молодежь, и мужские какие-то объединения. У нас есть мужской хор, и женщины. Здесь и вышивание есть. То есть мы с вами видим, что храмовая жизнь, церковная жизнь, приходская жизнь стала действительно какой-то отдушиной для многих десятков и даже сотен жителей нашего города. В храме поддерживают инициативы прихожан. Собирается семейный совет, работают группы детского развития, мамина школа, группы по борьбе с алкоголизмом и наркоманией, кружок церковной вышивки, детский хор, церковная школа для детей, молодежный клуб. Силами прихожан готовятся праздничные выступления и мероприятия. В приходе ежегодно издаются календари, приходской листок, совершаются паломнические поездки. Если говорить о планах, то, наверное, все в воле Божией, как Господь благословит. Но мы бы хотели, конечно же, чтобы храм наш расширялся, расцветал, появлялись новые возможности. Я имею в виду, конечно, площади, где бы можно было встречать всех тех, кто хотел бы жить храмовой и церковной жизнью. Пока такой возможности у нас нет. У нас очень скромные площади. И я думаю, в дальнейшем, может быть, что-либо изменится. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех наших горожан и гостей нашего города в храм, для того, чтобы вы, может быть, находясь далеко от церковной жизни, сделали бы этот первый шаг, раз храм находится рядом с вами. Не постеснялись, не боялись этого сделать. И я думаю, что и судьба, и жизнь ваша, и жизнь ваших детей только выиграет и станет лучше, чище и добрее от того, что вы прикоснетесь к церковной жизни. Милости просим, приходите к нам в храм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова